доброго времени суток настоящий видеоролик посвящен такому большому вопросу как интерфейсы прежде чем говорить об интерфейсах важно определиться как мне кажется с понятиями вот говоря об интерфейсах я бы сказал следующее что помимо внешнего представления конкретных армов автоматизированных рабочих мест к интерфейсам относятся такие вещи как возможность динамично и гибко управлять формами возможность динамически настраивать списки документов системе возможность создавать интуитивно понятные цепочки логически связанных действий и документ вот если по всем этим параметрам назовем так сравнительного анализа смотреть как бы нашу систему то на этом фоне она достаточно достойно как нам кажется выглядит начнем с вами таких вещей уникальных возможностей как управляемые формы динамически настраиваемые списки и цепочки логически связанных документов действий систем что здесь имеется ввиду давайте по порядку расскажу платформа 1с соответственно наше приложение которое разработано данной платформе использует возможность так называемых управляемых форм то есть любая форма может быть на лету гибко динамично построены под каждого пользователя это касается как самих документов так и списков документов так и отчетов соответственно ну давайте например приведу такой пример зайдем документы заказ клиентов провалимся в журнал какого-нибудь заказа соответственно мы видим определенную компоновку шапки и табличных частей документов мы можем настроить включить опцию изменить форму данная форма представлена в логической такой структуре и допустим мы говорим что принимая заказ от клиента нас пока не интересует видеть закладку доставка поскольку там по умолчанию определенная позиция и закладка дополнительно поскольку туда по умолчанию пишется ответственный пользователь системы в данном случае администратор ну и соответственно мы скрываем опцию закладку доставкой дополнительно применяем и в динамике видим как это выглядит системе или допустим мы говорим что кнопку навигатор производственных заданий нам нужно каким-то образом переименовать мы в шапке документа ищем наш навигатор производственных заданий и говорим что это пусть будет кнопочка поменьше размера говорим что это навигатор производственных заданий мы можем не просто переименовывать скрывать какие-то реквизиты изменять их значение мы можем их по разному группировать можем перегруппировать эти реквизиты списком вертикальная группировка горизонтальная и так далее мы можем производить в системе над объектом любые действия и так это происходит с каждым документом системе ну соответственно если вы обратите внимание для обработки детали расчета также осуществлена группировка на первое место выведена дата выполнения заказа или due date как я написал touch time переименован в технологическое время на заказ а потребность запасов скомпонована с точки зрения самой потребности и буфер поставки сюда объединен данная настройка также осуществлялась с использованием возможностей управляемых форм ничего похожего в приложениях отличных от платформы 1с нет теперь посмотрим с вами другую историю это работа с динамическими списками как мы говорили с вами в модуле управление производством в роликах где мы рассказывали про управление производством у нас есть журнал производственных заданий производственные задания формируются автоматически вот таким большим списком поскольку на каждую операцию в определенный момент времени система автоматически по заданным алгоритмам планируют производство и конечно же с данным списком наверное работать неудобно поэтому вводились такие дополнительные опции как диспетчерирование на рабочее место диспетчера и так далее но на самом деле что можно сделать типовыми списками в данном решении есть такая опция как настроить список мы допустим говорим что мы не просто хотим видеть список а хотим видеть список по конкретно статусу и нам система в журнале выдает статус запланировано какие задания запланированы а какие уже выполнены предположим это уже как бы фильтрует определенного рода информацию для принятия решений чтобы мы в лишние как бы места до системы не заходили и не кликали предположим мы говорим что нам этого недостаточно и мы помимо этой группировки хотим еще смотреть заказ клиента а еще бы и самого клиента потому что по клиенту может быть несколько заказов заказ клиента а внутри заказа клиента есть опция клиента и хотим это видеть так что на первом месте группировки по иерархии это будет у нас клиент потом заказ клиента и соответственно статус производственного задания завершаем наше редактирование и вот мы уже видим мы делаем фокус например на фабрике 2 по фабрике 2 у нас один заказ номер 2 по данному заказу вот такие-то задания запланированы по датам какие-то выполнены мы можем пойти дальше то есть палитра настроек управляемых формы динамических списков очень широкая мы можем заниматься отборами в этих журналах сортировками соответственно да то есть условным оформлением например добавим условное оформление давайте например скажем системе что если это условие статус производственного задания запланировано то тогда например для поля даты не будем подкрашивать все мы раскрасим не текст а фон например ну предположим фиолетовый цвет мы можем все что угодно сделать и цвет текста менять и шрифтом на жирный курсивный и менять расположение и формат цифр и прочее 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 сохраняем наши условия завершаем редактирование и видим что запланированные задания у нас стали фиолетовым цветом а на самом деле могли подсветить и другие поля ну и соответственно если закончить редактирование мы скажем системе что если же у нас статус производственного задания выполнено то тогда для поля дата мы это подкрасим ну предположим желтый цвет и так далее можем скрывать ячейки списки строк колонок и прочих моментов это работа со списками еще раз повторюсь что ничего подобного в других приложениях отличных от платформы 1с нет